Почти просто удовольствие. Валерий Константинович, здравствуйте. В Красноярске поставили такой знак на одной из геопатогенных зон. Вот, Алиса, откуда вы решили, что на одной из геопатогенных зон? Это вы мной испорчены, да? Вот. А у них просто погибают люди. Читаем. Ну, и вот 8 человек пострадало, и, наконец, знак. А просто вы мной испорчены, и вы уже знаете, что геопатогенные зоны. Поверьте мне, те, кто ставит этот знак, и те, кто отдавал команду, они понятия не имеют, что такое геопатогенные зоны. К этому, к моему великому сожалению. Три составляющие геопатогенные зоны, смерть на дорогах. Вот. Вспомните, что нас обошли. Ну, раз уж эту тему, извините, уважаемая Алиса, это вы тему подняли, не я. Вот так. Это поэтому, значит, гибель миллионов людей по всей планете на дорогах. Еще больше гибель, болезни, и большинство раковых болезней, когда кровать попадает в геопатогенную зону, а их много. И третье, это страдают наши любимые деревья. Третье, это вот три составляющих. Значит, наука спит, просыпаться не собирается. Я отдаю себе отчет, что невозможно на данном этапе пробить эту стену. Немножко пробили Белоруссии. Пять трупов появляется предупреждающий знак. Даже не запрещающий. Никаких объездов. Никаких снижений скорости. И то они умудрились. Возможно, это первый случай. Но это знак отчаяния. А сделать настоящий знак, я им его показывал. Мы сделали такой знак Денисенко Андреем. Вот их нужно миллионы. Что их удерживает? В человеческой жизни? Крово людская не водится? Ладно, идем дальше. Почему питомники деградировали, стали предателями, перешли на обреченные на смерть саженцы? Почему я это записал? Еще раз, деградировали, стали предателями. Надо же было мне, вот действительно. Помните, я вам показал мариного дерева на Украине. Согласны? Но украинцы, они врать не стали. Они полусоврали. Они написали на своем сайте, что мариного дерева, сорта из Германии. Это знаменитая фирма. Но они забыли одно слово написать. Не сорта, сорта само собой. Саженцы из Германии. Стоило мне сказать, тут же мне в экран, там же, ну сами знают, что такое, Яндекс, Грамблер, Везде Новости, и тут же бах, вот эта реклама. Но это-то, извините, агромаркет, это уже Россия. И что они пишут? Деревья из нашего питомника. Ну, что врать-то? Дальше. Полностью адаптированы под суровый российский зимой. Вы что, не понимаете, эти самые, кто это, мошенники? У него и вашего малиного дерева должен быть штамп, иначе это не малина. Эта половина отрезается в веток и листьев, в нижней части. И получается, якобы, малиного дерева. Малина, двухлетнее дерево. Дерево двухлетнее. Ещё бывает ремонтантная малина. Это учёба, поэтому я таким тоном говорю, потому что они-то как? Они написали малиного дерева, но дерево подразумевается 5-10-20 лет. Вот, кстати, вот на свете нет ни одного. Пример тут же рядом. Да, и у них то же самое. Значит, колонны сливы, колонны груши, колонны персики, колонны абрикосы, колонны и прочее. Простите, на свете нет ни одного. А им продать надо. Вот они и придумали. Помните, моя фотография обошла десятки сайтов. Вот это вот свешивается, уже неудобно показывать. Столько раз показал. Груша свешивается, так говорит, ветка. Они вот тут на фотографии отрезали. И получилось, она якобы снизу вверх растет, а не сверху. И называли колонны. Вспоминайте. Вот. Теперь они перешли, вранье продолжается дальше. Как? Ну там-то ладно, там обещают, что 15 лет, 10, что якобы колонны. То есть там будет столько времени и плодоносит, и абрикосов, и сливов. Вранье 100%. Но здесь они перебрали сами себя. Ну надо же было мне упомянуть Украину. Нарвался на их рекламу. Нет, по России. Ну любуйтесь. Наберите. Вам тут же это скажут. И что вам скажут? Малина, повторяю, двухлетнее дерево. Двухлетнее. Если они вырастили 5-10 летнее дерево, им надо дать очень много, чтобы предупреждать. Вы понимаете, что обидно малине? Но вы-то знаете, и мы знаем, и все знают. Один год она растет. Ремонтанты не будем брать пока. Отдельный разговор, когда поговорим. Ремонтант она чем отличается? За год должна успеть и вырасти, и засвести за плодоносием. А вот, большая часть России, она не успевает. Так? Да и мерзет. К тому же. Укрывать каждый год надо. А это обычно, вот как нарисовано, подразумевается двухлетний дерево. Год светет, то есть растет. На второй год засветает, заплодоносит. Все. Тут уже подрастает следующий росток. Следующий росток. Где он тут? Следующий росток. А это умирает. Получается, сколько его жить? Если даже такое малиновое дерево существует, оно должно жить огромное. Плодносит. Один год. А какое хрен это дерево? Вот это. Кто-то скажет, вы не правы. Наука двинула вперед. Генномодифицированные эти. Там уже давно, где-то с Африки, в Тайге или где-то там, нашли все-таки, скрестили. Получили многолетнюю малину. Покажете, покаюсь. Это самое, скажу. Вы молодцы. У-у-у, какие вы молодцы. А на данный момент, я говорю, вы мошенники. Идем дальше. Ну, так получилось, ребята. Ну, сорвалось. Только стоило было на том, рассказать про малину на Украине и прогноз, что вперед в Россию. Вот она. А у нас же как? В школе же это не проходит. Моя любимая тема. Дебильная школьная программа. Лучше бы это проходили. А то еще команду дали генетикой заняться. Тут без генетики разгрести бы всю эту грязь. А это агроном, председатель союза садоводов Хакаси Валентина Нани. С каким огромным удовольствием. Я восемь раз прослушал это все. Это очень часто повторяет запись. Это на телевидении на местном, на Абаканском. Вот. Умнейший мужик. Я все, говорю, что я один доблюсь. А он там, оказывается, доблюсь. То же самое. То же самое. Про рак. Бактериальный рак яблони. Упомянул нас. Но это я говорил, что началось в мае. Но он упомянул. То есть, меня он тоже знает, видимо. И тоже смотрел мои фильмы. Мой самый популярный фильм. Там 200 тысяч просмотров. Про рак яблони. И он говорит, что Абакан. Все тоже рак. Все рак. Все исчезло. Никто этим не занимается. Мне приятно, что еще один такой человек. Грамотнейший мужик. И про эти продажные эти самые. Разные надзоры. Продажные. Потому что местные. Там же производят прекрасные саженцы. Там есть великолепные садоводы. Начиная с самого представителя Ананева. Великолепные. Все в загоне. Кругом вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Подло. И тут же рядом он. Казалось бы. Председатель Союза садоводов. Авторитетенщий человек. Это не мужик. Это глыба. Это знаете как. И когда я слушаю его грамотные речи. Я сразу начинаю грустить. А я уже до его уровня не до этого. Не дорасту. Вот. Вот эта грамотность невероятная. И вот. И все равно. Это если я. Помните я говорю. У нас через неделю. Вот сейчас. Через месяц будет 500 просмотров. Да. А у них 500 тысяч просмотров. Кто гробит. Вот. А вот эти самые. Подлые. Вот эти. Знаете сколько они судей деньги выкачивают. Миллиарды. Вот. И он. Это горько было слышать. Про все. Про уничтоженные яблоневые сады. Про миллионные деревья. Он. Получается. То. Как мы с ним. Как два сапога. Вот это я просто. Ну. Ну. Уже не выдержал. Говорю. Ну. Толку что председатель. Толку что грамотней. Мужик. Вот. Чиновничьи орать. Это непробиваемо. Это еще одна тема. Вы знаете. Я могу. У меня уже набралось на. Вот есть такой нюберский процесс. Была такая. Человечно-ненавистническая. Теория. Да. Благодаря которой. Потом их вешали. Этих самых. Но таких вот вешать. Конечно. Нельзя. Очаровательно. Но кто бы их убрал с экрана. Кто бы убрал. Чтобы вот это. Вот на всю страну. Вот это вспоминаем. Друзья. Мы с вами. 150 грамм. Я не ошибся. Когда это. Купил батарейки. Вот. Сфотографировал. Вы правы. Тот. Тот там. Мне это. В комментариях. Сказал. А вы не персик ли это. Проверьте косточки. Я проверил персик. Где знаете что интересно. А продавали абрикос крупноплодный. Там были нектарины. Абрикос крупноплодный. И были вот такие абрикосы. Я теперь убедился лишний раз. Что все таки ребята. Персик тут уступает. Пальму персика. Ну по абрикосам. Средняя Азия. У вас видимо там. С привитыми не очень. А не привитые. Они дают бобильный урожай. Но не крупных. Вот то что я видел. Ну лоток. Не было в катастрофе. Лоток. Опять абрикосы есть. Вот такие вот. Вот все такие. Это. То которое мы называем жердели. Они не вкусные. Абсолютно. Кстати этот. Я ли разгрыз зубами. Кислятина. Но это персик. Я догрыз до косточки. А почему я так говорю. Первенство по крупности. Средняя Азия. Остается за мной. Внимание. Знаете. Вот тут я всегда пишу. Название сорта. Помните. Королевский. Вот. Помните. Мичуринский. 103 грамм показывал. Я показывал этот самый. Академик. 110 грамм. Ну пока лидер вот этот. Так. Пусть меня упрекают. Прималом урожая. Такие огромные бывают. Согласен. Вот. Но все таки. Это лидер. 113,2. Да. Вот. И. Названия у него нет. Назвать крупноплодный железо. Ну Сергей так уже саженцы обзывает. Крупноплодный. А меня все стесняюще стесняет. Стесняюще стесняет. Горько-горько. А вот это его уровень. Я говорю. Ну-ка сделаю руки вот так. Это уже очередной саженец. Погиб. Ирина Александровна Савельевич. Я на этом. Вот здесь. Геопатогенная зона страшная. Я ее учил. Именно здесь владеть рамками. Вот. Это мы должны знать. Вот не дай бог. Вот здесь бы стояла кровать. Да почему нет. Мы запросом. То, что здесь бугор. Это десятки лет трактор. Когда проходит этим плугом. Или лемехом. Проходит. И она все время под эту сторону подгребается земля. И получается бугор. Вот такой бугор. Вот. Но это не из-за бугра. Это из километров. Два, десяти, двадцати, пятидесяти километров. Снизу идет смертельное излучение. Лишний раз напоминаю. Вот. Когда проснется. Ой, я не знаю. Ну, это я тут же попросил его попозировать. Мягкий переход плодопитомника. Это будет продано. А это уже не продано никогда. То есть. Вот я говорю. Это самое. Он вот эти деревья еще несколько срубит. Вы представляете, нет? Трех-пятилетние абрикосы. Роскошнейших. А то он срубит. Он уже с таких срубил. У меня еще есть фотографии. Одни пенечки. А это, говорит, нет, оставлю. Это память о Федоренко. Один из лучших садоводов. Можно смело говорить в Сибири. Не только в Саногорск. У нас таких уников было десятки. А он у него то ли выменял, то ли купил у Федоренко. Чернослив Чижевского и Чижевского. Я даже не вспомнил. Чижевский, Чижевский. Хотя у меня свой есть чернослив. Я его раздобыл ободный. А это его теперь чернослив. Нет, это дерево. Я пересаживать буду. Вы представляете, когда он выкопает. Он же наполнен в гробе. Вот, да, все. А скажете, а где земля? А вот с забором сейчас покажу. Это прошлогодние. В прошлом году он выкопал. За ними не приехали, не купили. И они все оказались в костре. Подешевку что-нибудь продавали рублей. По 200, что ли. Супер сорта абрикосов. Переросли. Надо было место освобождать. Вот. А вот сейчас все покажу. Это весной он выкопал. Я думал, сдохну. А у нас до сих пор идут. И вот руки не доходят. Их бы можно было и не прикапывать. А сразу костер. А он еще до последнего надеялся, что или кто-то купит, или привьет. Или он сам привьет. Привить здоровья нет. Посаживаться никто не покупает. Рассаживать некуда. Никто не приехал. Я ему еще вчера говорю. Ой, сегодня. Нет, вчера. Говорю, Сережа, может, все это. Спасем. Сердце кровью обливается. Это же уссурийские груши. Это те груши, которых нет в этих. Ну, этих самых. Ведь я спрашивал. Я спрашивал у Дускобела. Я спрашивал еще. Не буду по-моему называть. Дускобела вдруг. Еще у двоих. Да, есть у них груши подвои. Но это не чистая груша. А у меня чистая. А у Сережи чистая. Посмотрите на эти колючки. Вот это такое взять, отрезать и выпороть кого-то. Раны будут до этого доставать. Ой. Ужас. Дикарь из дикарей. Как они приживаются к этим. К ним приживаются культурные. Я до сих пор в шоке. За столом прививал. С голыми корнями. Высаживали. 99 и 100. 100 и 100. Ну, не может такого быть. Ну, вот, пожалуйста. У этих, у абрикосов, у ябл. Чуть-чуть похуже. Ну, а это-то. И никому не надо. Продолжение следует.